Я извиняюсь, очень много извиняюсь, улыбаюсь, вежливо и благодарю. Я играю в поло. Когда я вежливо и извиняюсь и благодарю, я ничего не чувствую к этому человеку, а иногда чувствую отвращение. Мне кажется, это прям оптимально. Оптимально английская привычка. Мне 46 лет, меня зовут Евгений, я из Москвы, и я алкоголик. На самом деле, 12 лет живу здесь, занимаюсь инвестициями и торговлей алкогольной продукцией, вином и крепкими напитками. А еще у нас есть ресторан, и будет кафешечка скоро красивая. Я инвестор, моя подруга Татьяна управляет всем бизнесом. Она занимается красотой, я немножко считаю цифры. Так и живем. Назад не поедем. В Лондоне я первый раз был в 2004-2004 или 2005 году. У меня было какое-то представление, он сразу стал... Ну, то есть, как раньше было у всех, было такое клише, кто не был в Европе, что там столица Европы, это Париж, и вот это вот все. Вот эта вся аура вокруг, увидеть Париж и умереть. Вот, и Париж я увидел на 2 или 3 года раньше Лондона, но когда оказался в Лондоне, понял, что вот... Мне очень нравится, когда все дома разные, даже если они уродские, но они по чьим-то уродским представлениям о красоте сделаны. И мне очень нравится, когда ты видишь, что все живут отдельно с маленьким огородиком, я сразу понял, что это мое место. Еще за 2 или 3 года до иммиграции. Очень важны люди, которые по коду совпадают с тобой. Но вот я как-то не общался месяц, и ничего страшного. Это страшно в том, что это ничего страшного нет, уже когда месяц не общался. В целом, друзей, близких среди англичан у меня нет и не будет. Среди русских, ну, основное общение, конечно, людей, близких по духу. Ну, и будет только больше в ближайшее время, в этом нет никаких сомнений. Наши власти, Россия, все делают для того, чтобы у нас была здесь более насыщенная, интересная культурная жизнь, было больше новых друзей. Мне нравится в Лондоне воздух, мне нравится общий уровень культуры. Мне нравится, как работает скорая помощь и полиция. Мне нравится, что в целом, если ты прав, ты можешь рано или поздно отстоять свою правоту. Мне нравится спокойствие и большое количество денег. Мне не нравится, что все долго и дорого. Мне не нравится мэр, я считаю, что он просто абсолютный вредитель. Вот социалистами бывают два вида людей. Идиоты и мерзавцы. Обычно, если социалист политик, то это мерзавец. Но мне кажется, вот мэр как раз идиот нынешний. И так бизнес дышит на ладо, но он все дороги. Что не перекопал, то перекрыл. Мой любимый район Мэйфэр для работы, потому что здесь нет социальных домов. Ну, здесь иногда бывают залетные гастролеры. Потому что это концентрация и денег, и моды, и банков, и флэкшип-сторов. И здесь и старые какие-то деньги, и какие-то странные арабы, еще более странные русские, и французы, и американцы, все перемешалось. Тихие, скромные какие-то миллиардеры, напыщенные банкроты. Вот это все. 6-7 лет назад в целом вечером было неприятно по какой-нибудь там Хаффман-стрит или Уайтхор-стрит гулять. Потому что они выглядели как подворотни времен Жека-Потрошителя. И если посмотреть те проекты, которые сейчас, там сотни миллионов фунтов инвестиций во всякую красоту. Вот как мы выбрали этот магазин. Мы долго-долго искали, ходили, ходили, искали, искали, искали. Потом мы выбрали это место. Оно выглядело мало того, что дом страшный, как моя судьба. Еще и сам магазин был абсолютно чудовищный. Его не переделали с 60-х годов. Крысы какие-то внизу, запах каких-то старых бутеров, какая-то рыба. Какие-то окна грязные, просто как сапоги красноармейца. Вот. Мы подошли, посмотрели. Ну вот прям неприятно было заходить. Потом на следующий день Татьяна присылает фотографию мне. Вот около этого грязного магазина три несвязанных друг с другом Роллс-Ройса стоят. Хорошие сапоги надо брать, мы решили.